Представьте, в очередной раз выходя из базы в аборигене со своим любимым псих МПХ в руках, вы расстреливаете кучу врагов. Но случайно прыгаете в воронку, вы не расстраивайтесь, ведь ничего не потеряли, и опять бежите всех доминировать со своим МПХ. Но вдруг неожиданно встречаете его. Знакомьтесь, это распределение в Сталкрафте, самая странная и интересная механика в игре. Ни одна другая механика не провоцировала столько слухов и мифов. Оно и неудивительно, ведь система держалась до сей поры в строжайшей тайне. А достоверную информацию можно было собирать буквально по крупицам. Не говоря о том, что объяснения разработчиков далеко не всегда могли ответить на главный вопрос игроков. Почему я в ветеранском смоте попадаюсь против мастерского? Но 7 мая разработчики всё-таки рассказали, как же эта система работает. Так что вся информация в этом видеоролике достоверна и взята от самих разработчиков. Начнём с самого начала и разберёмся, зачем вообще эта система появилась. Раньше игрок с любым снаряжением мог попасться против кого угодно. Безусловно, большинство олдов проектов вспоминают это время с теплотой, ведь у них уже тогда было топлое снаряжение. Конечно, это весело приходить на локации к новичкам и часами не выпускать их с базы, получая смешинку с гневных сообщений в чате. При этом у новеньких не было никаких, подчёркиваем, абсолютно никаких шансов отбиться от этой раскачанной машины для убийств. Только вдумайтесь, люди собирались толпой из нескольких отрядов, чтобы одолеть хотя бы одного такого игрока. А ему-то что? Он через пару минут снова прибежит с базы и будет так делать, пока ему не надоест. И в такой проект новые игроки играли уж точно не больше 10 часов. Поначалу разработчики пробовали ограничиться вводом отдельных серверов для новичков, которые вылетали с них после первых 100 часов игры или надевая своё первое неновичковое снаряжение. Эта система была лишь временным решением для устаревшего базиса и к тому же не решала основную проблему. Игроки не могли убивать топеров. Игрок проводил первые 100 часов в приятной и непринуждённой атмосфере, играя только против новичков. Однако на 101-м часу игры всё менялось. Всё резко менялось. Когда он попадал на стандартные сервера, где условия уже были далеко не такими комфортными, и приходилось сталкивать с игроками абсолютно разных уровней, такой резкий скачок сложности неизменно приводил к тому, что новички массово уходили из проекта. Как же разработчики смогли справиться с этой проблемой? По сути достаточно просто, разделив игровые сервера по уровню снаряжения персонажа и создав тем самым привычные нам уровни распределения, в которых игроки сражаются друг с другом и не видят слишком слабых или слишком сильных для них игроков. Эти линии показывают разные сервера. Количество разделений справа необходимо лишь для простоты понимания, не нужно воспринимать это буквально. Вот мы и разобрались, как эта система появилась. Теперь давайте расскажу про основную задачу распределения. Коротко, основная цель системы распределения – не допускать встречи противникам с огромной разницей в силе снаряжения. Вам должны встречаться соперники, которых вы способны победить, но которые также имеют шансы победить вас. Если игроки будут встречаться со своими копиями по уровню снаряжения, то кому будет интересна прокачка как таковая, вот разработчики показывают нам, что норма, а что нет. В общем, вот таких ситуаций не должно быть. И вот мы добрались до самого сладкого и важного, как эта система распределения собственно работает. Если вы зайдете в игру и посмотрите свой инвентарь, то увидите вот такие цифры – индекс снаряжения. В общем, там все просто. За ваше снаряжение вам даются очки силы. Сейчас эти цифры нужны только для красоты. Они не показывают никаких истинных значений. Однако они отлично подходят для объяснения работы системы, которая по-прежнему функционирует на основе очков силы. Эти очки с помощью некоторых секретных кодировок преобразуются в индекс силы. Именно от этого индекса зависит на какой уровень распределения вы попадете. На данный момент настоящие цифры скрыты от игроков, так что вы их не увидите. И хоть точных цифр пока они раскрыть не могут, зато они показали, от чего зависит ваш индекс силы. У вас все перед экраном. Также стоит помнить, что оказавшись на определенном уровне снаряжения, вы не можете отпуститься вниз, даже если разберете весь свой инвентарь. Дальше у нас идут уровни снаряжения. Многие могли бы подумать о том, что они напрямую зависят от ранга снаряжения. Ветеранский, мастерский и так далее. Однако ветеранский и мастерский сервера – это лишь слухи. И на самом деле их никогда не существовало. В общем, ничего удивительного в появлении такого мифа нет. Просто так удобнее считать игрокам, разделяя сервера по цвету снаряжения. Что же имеем в действительности? На момент написания этой статьи в Сталкрафт, есть 9 уровней распределения и 26 уровней снаряжения. Количество уровней распределения с обновлений системы может и будет меняться. К примеру, бронекостюм Альбатрос Штурмовик имеет 26 уровень снаряжения. А вот бронескелет Сентурион 24. И делить уровни распределения всего лишь по рангам с учета равноплавности текущей системы. Конечно, можно, но с реальностью это будет иметь мало общего. И считает она очки силы для конкретного снаряжения. Именно по его характеристикам и заточке, к примеру, условно поношенный тяжелый бронекостюм Легионер плюс 15 равен по очкам силы поношенному бронекостюму Сентурион плюс 2. По артефактам история такая же. Артефакты считаются в системе распределения в зависимости от своей полезности, качества и уровня прокачки. Понятное дело, что бенгальский огонь нулевого уровня 56 качества не будет равным вихрю плюс 12 и 124 качества. Теперь давайте сделаем заключение. Еще раз повторим тот факт, что вы в ветеранском снаряжении можете попасться против мастерского. Это совершенно нормальное игровое явление. И для этого может быть несколько причин. У вас лучше прокачано снаряжение, у вас лучше сборка и артефакты в ней. Противник все еще калибруется с новым снаряжением в системе. А калибровка снаряжения начинает считаться в системе распределения только после выхода из сейв зоны в открытый мир. Никакие сессионные режимы не считают за выход в открытый мир. Ну что ж, вот и все. Хочу снова напомнить, что вся информация взята в официальной группе Сталкрафта. И это все написали сами разработчики. Кстати, если ты хочешь сниматься в моих видеороликах, то вступай мой дискорд. А с вами был Болсон, еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok